Всем доброе утро! Мы начинаем передачу с утра пораньше. Сегодня я даже оделся раньше, чем зазвенел мне будильник. Иду прогуляться на море. Закупаться, как вы понимаете, с утра я не намерен. А в обед посмотрим. Улица Ковараж утром. 8 часов утра в воскресенье. Конечно же, в большинстве все еще спят. Есть товарищ, который уже гуляет, пошел к морю. А я это с ним. В магнолию уже попала листва. Но вы не удивляйтесь, на самом деле она падает круглое лето. И если бы не подметали улицы, то листва было бы еще больше. В летний период работают торговые точки. И поэтому многие хозяева магазинов, вообще хозяева с утреца пораньше уже метут. Нет, только я не скажу, что у нас плохо работают дворники. Дворники тоже есть. И вообще в 4 утра метут. Но они катали больше дорогу. Ну и зато прометуток времени после того, как они провели промели, опять все нападает. Часиком у нас к 7-8. Так что магнолия с одной стороны красивая, дерево с другой. Немножечко грязня. Постоянно с нее летит листва. С обыкновенного дерева где-то там вот она упала осенью, подмели и все нормально. А это постоянно опадает. Ну то, что у нее красивые. Смотрите, сколько уже больших. Надеюсь, вам видно вон они. Со временем они все выскнут и начнут падать на голову, и машины. О, будильник-то я не отключил, он у меня опять же звонил. А я только что заметил вот на той вот крыше целую семью антенн. Вероятнее всего тут тоже работает какой-то телеоператор, и по идее сигнал на берегу должен быть отличный. Нам, кстати, предлагали тоже поставить такую вот фигню, но мы отказались, так как думаем, что оно не очень положительно влияет на здоровье человека. Не знаю, как это на самом деле. В общем, отказались. Хотя было заманчиво. Платили деньги ежемесячно. Ну да ладно. Я сейчас не об этом. Мы идем на море. Пляж еще не весь в солнышке. А тут прям просто пипец какой-то. Мусор, туалетная бумага и все это на центре клумба. Вот и такая фигня бывает. Ну вы видели здесь собачек. Всяких разных. Вот они вечерком тут, видать, поигрались. Вот бегают сейчас два малыша и большие есть тут тоже. Помните, я вам рассказывал как-то в одном из эфиров тем, кто смотрел. Их лапработа. Что-то они тут вырывают, постоянно взрывают и цветочки все страдают. Это там что-то такое там с кокошниками какими-то там целое. Женский коллектив какой-то собрался там на крыше. Там видимо солнышко, а вода вот 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 черный грузок. Их тут прикармливают, поэтому они вот так вот и зависают. Ждут, когда их покормят. А много женщин с утреца приходят, им что-нибудь приносят. Ну а мы с вами на море. Ну а что вы узнаете? Лазовецкий пляж Лазурный, в 8 часов утра. Летом в 8 часов утра здесь уже забронированные места, полотенца. Уже даже давно выставленные лежаки. Но это летом. А в середине октября тихо и спокойно. Никого. Нет, хотя вон в той террасе идет галдеж. Собрались дамы и видимо что-то обсуждают. Глость программы море. Она всегда ходит программой. Моя пиль мешает на вас. Но сегодня не такой штильный штиль. Вчера был штиль штилистее. Сегодня слышен шум волны такой небольшой. Видимо из-за ветра. Хотя ветер тоже не такой сильный. Море балует нас уже несколько дней. Смотрите все время прозрачно. Такая чистая и хорошая. Белая и пушистая. И в общем блин. Купаться в нем очень даже хорошо. Возможно днем. Я опять вернусь сюда покупаться. А, там на этой стакаде барышни делают демнастики. Некоторые даже походу помыли голову и с полотенцем на голове пришли делать. Но вы все равно не увидите. Недалека Вашенька. Поэтому мы с вами пройдемся по камням. Шорох от которых я недавно начал распознавать. Как будто по снегу идет. На пляже хозяйничают в основном всякие голуби. Ну а на причале уже полно рыбаков. Человек наверное 7-8. Чайки поют уже по утра. Ах, а я как всегда иду вот на причал. Последние несколько дней я здесь не был. Но сейчас мне интересно какая температура с утра. Что покажет этот цифровой этап. Напомню. Информацию беру я не из головы. Потому как меня уже достало. Вот что. Ох, детка такая прикольно снимает. Что она такая. Не, ну понятно что он раздевается на пляже. Но как-то так это прикольно выглядит. Как вот мне достало просто. Люди не понимают что это за информация. Оттуда ее и беру. Точнее они не хотят я понимать. Чайка слышите? И дядька на фоне правда не очень. Чайки какие то голосистые стали. Кто ли я их раньше не слышал. Кто ли не знает что. Что да почему да как. Так ну что включусь на причале уже. Сейчас одна картина не изменится. А еще целых метров 70. И так я на причале. И тут весело. Теперь рыбу заманивают вот этим маленьким тракторочком. Который долбит. Который долбит. Все утро знаю. Наши баки тоже спасуют. От такого отрезка. Ну что делать. Работать то надо. Летом нельзя. Хотя. В осенье можно. Да пока дождей нет. Все нормально. Так и должно быть. Смотрим сколько рыбаков. Уже с утра не спится людям. Ловит и ловит. И ловит и ловит. Водичка чистая. И прозрачная. Ну и вас всех конечно же интересует какая температура воздуха. Раз уже сюда приперся. А я приперся сюда непосредственно ради нее. Так вот друзья мои. 17 градусов. 7 часов 14 минут. И все. Ради 7 часов 14 минут. Ради 7 часов 14 минут. Что я пока настал? Да да. Это какая-то фигня. У меня 8 часов 14 минут на часах. А тут 7 часов 14 минут. Так что. Не совпадение. А 25 октября соглашусь. Так что это было так. 17 градусов. Опять же согласно данной согласности. Проверило табло и я не гарантирую вам их. Стопроцентная точность. Кстати дядька который раздевался уже купается. Вон видите. Голова плавает профессора Доуля. Морок прежним нас радует. И как бы вот так. В общем что остается с нами. Только с добрым утром. Доброе утро сторона. Ну конечно таким далк должен. Мы уже должны были проснуться все. Еще 7 часов 15 минут. Я не понял почему. Может они переводят время. Каким то образом автоматически. Суббота на воскресенье. Помните Дмитрий рассказывал. Что они там. На Украине переводят время. Возможно. Здесь какие-то мучи. Беженцы с Украины живут. Поставили такое время. Я не знаю. А может быть сам. Сами часы так перевели. Ну в общем. Ребят. Всю информацию я беру с этого домика. Вот Павлова 3. Написано. И туалет тоже написано. Все часы показывают время. Температура именно 17 градусов. Поэтому как бы вот так. 17 значит 17. Ну а вам всем пока. Я заканчиваю этот ролик утрами. В общем. Пока. Все еще вам покажу. А может сейчас еще чуть-чуть. В общем сниму.